Посмотреть склон, подъемники и технику, а также обсудить план дальнейших действий с владельцем горы и администрацией. Для этого Максим Мацкин и ездит по городам-победителям. Восьми из них он уже успел побывать. На первой встрече стороны обсуждают все особенности склона и зимней погоды, а также экстремальные соревнования, которые теперь можно будет проводить на самохвале. У нас есть серия соревнований 13 паркс-тур. Это любительские соревнования, которые сделаны на профессиональном уровне. Это соревнования в олимпийской дисциплине с лоуп стайл. То есть это когда человек в серию приезжает несколько фигур, там трамплины, боксы. Они приедут к вам, я не знаю когда, сейчас нет точного графика, потому что мы опять же привязаны к прогодным условиям, но скорее всего это, наверное, я думаю, январь, февраль. Но для начала парк неплохо было бы и построить. На возведение фигур представители Бертона потратят не больше двух недель. Делать трамплины и боксы будут четыре человека, профессионалы мирового уровня. Подготовка самой горы ложится на плечи собственников земли. По техническим возможностям самохвал ничуть не уступает другим склонам, однако у нас есть одно преимущество. Гора находится всего в 15 минутах езды от центра города, а значит и желающих покататься будет больше, уверен организатор проекта. Но все-таки кое-какие подготовительные работы арендаторам придется здесь выполнить. Нам придется формировать какой-то земляной рельеф для того, чтобы истратить как можно меньше снега на формирование фигур, рамп, трамплинов и всего остального. К нам привезут специалистов, которые будут обучать наш персонал. И я так предполагаю, ребят, которые сноубордисты города, может быть, будет какое-то волонтерское движение. Если это охватывает здоровый образ жизни и массу населения, то мы очень рады этому событию. Карты, фотографии, описание горы – все это Максим отвезет в Москву и там уже точно решит, какие фигуры появятся именно на Самохвале. Немаловажно мнение и самих райдеров. Встреча с местными сноубордистами тоже входит в план поездки. На ней любители экстрима вправе высказать, что они хотят – парк для начинающих или профессиональных райдеров. В любом случае трамплины и боксы будут доступны абсолютно для каждого уже через полгода. Мария Дудник, Владимир Байкалов, Новости, 7-й телеканал.